Сегодня известная поисковая система Google посвятила свой интерфейс, или как называют в народе дудл, венгерскому врачу Игнасу Самильвайсу, которого считают отцом антисептиков. Он первым заявил о медицинской необходимости бытия рук. Но сегодня добыть этот продукт в аптеках стало действительно сложно. Он в дефиците, и как можно создать его в домашних условиях, мы узнали у врачей. Постоянно мыть руки и пользоваться перчатками. Врач-педиатр Виктория Раченко-Субич ведет онлайн-лекции и делится советами, как остановить коронавирус. Чтобы не распространялась данная инфекция, нам нужно соблюдать правила антисептики и правила гигиены. То есть не трогать лицо, не трогать слизистый. После того, как мы помоем руки антибактериальными средствами, мы можем только прикасаться к своему лицу. Это касается и детей. Использовать антибактериальные салфетки и использовать антибактериальные разного рода спреи или гели, которые, к сожалению, в открытом доступе сейчас очень сложно найти. Врач предлагает свои рецепты. Самый простой доступный рецепт – это взять настойку календулы, спиртовую настойку календулы. Есть она в аптеках, в принципе, легко ее найти. Целую баночку вы выливаете настойки календулы. Вы берете по рецепту стандартному, классическому, идет обыкновенный глицерин. Но, к сожалению, в аптеках его сейчас очень сложно найти. Вот я одну баночку нашла, а второй баночки не нашла. Но вспомнила о таком препарате, как тетраборат натрия. В народе он называется бура на глицерине. На 80% он состоит из того же глицерина и 20% буры. Бура сама по себе является антисептиком. И добавляем 7 капель любого эфирного масла. У меня это масло олеи лимону, лимонное масло. Мы добавляем. В общем-то, для того, чтобы перебить некий вот этот спиртовый запах спиртовой настойки. И, в общем-то, перемешиваем. И первый антисептик готов. Несмотря на то, что он такого коричневатого цвета от настойки календулы, он не красится. И, в общем-то, он готов к использованию. Рецепт номер 2 состоит из 50 мл медицинского спирта. Повторюсь, что, в принципе, если вы зададитесь целью, его найти можно. Его периодически подвозят в аптеке. 50 мл медицинского спирта, который 90% и выше. Несколько капель, 5-7 капель эфирных масел, которые вы добавляете. Неважно, какие какие. Любые эфирные масла. Но я использую тут масло чайного дерева. Предпочтительно использовать масло чайного дерева, масло грейпфрута, цитрусовых. Они обладают более сильными антисептическими свойствами. И флакончик глицерина. Если вы найдете его. Если не найдете, в этом рецепте можно заменить на тетраборат натрия, которому упоминалось выше. И мы добавляем это все в одну емкость. Опять же, перемешиваем. Этот рецепт более светленький, более нейтральный. И, в общем-то, более жидкий. Для третьего рецепта нам понадобится 50 мл воды, которую я предварительно налила в емкость. Понадобится столовая ложка геля алоэ вера. Примерно мы на глаз выливаем 15 мл. И, опять же, один флакончик настойки календулы. Прямо целиком мы выливаем его. И, в общем-то, тщательно перемешиваем. Этот рецепт подойдет для более чувствительной кожи рук, потому что он содержит в себе этот гель, который защищает кожу рук от пересушивания. Действительно, и спирта, и глицерина, и антисептиков, и масок в аптеках все меньше. И часто их предлагают купить по завышенным ценам. А кто-то еще стремится нажиться на дефицитных товарах во время карантина, перепродавать средства гигиены в карантин, как торговать билетами в бомбоубежище во время войны. Но, чтобы снизить риск заболевания, врачи все же рекомендуют не выходить из дома без надобности. Карантин не потому, что все болеют на данный момент, и не потому, что очень высокая летальность от этого вируса, или от вируса гриппа, или от коронавируса, а потому, что мы хотим сделать превентивные меры, чтобы этого не случилось. И это будет счастьем, и это будет нашей победой. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».